Итак, чтобы помочь вам в подготовке к экзамену по английскому языку, мы решили рассказать вам подробно о структуре экзамена, а также о том, какие изменения ждут школьников в 2020 году. Зачем это нужно? Это поможет вам сэкономить драгоценные минуты на самом экзамене, потому что вся структура экзамена будет вам уже хорошо знакома. И еще один приятный бонус, в очень скором времени выйдет еще одно видео о том, как писать сочинение рассуждения на ЕГЭ, и мы уверены, что эти два ролика будут вам очень полезны. Итак, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на наш канал, а мы начинаем. Итак, ЕГЭ по английскому языку состоит из двух частей – письменной и устной, и проверяет вас на знания четырех компетенций. Пишите в комментариях, какая сложность, какая часть вызывает у вас самую большую сложность. Итак, устная часть – говорение. Обычно сдается в отдельный день. Она состоит из четырех частей, и вы можете набрать 20 баллов, выполняя эту часть, которые впоследствии суммируются с теми баллами, которые вы набираете во время выполнения письменной части. Вторая часть экзамена, письменная, состоит из четырех частей. Вы можете набрать всего 80 баллов, по 20 баллов за каждую часть. На выполнение этого задания дается три часа. Ребят, ну, конечно, чтобы вы понимали, сразу хочу сказать, что просто посмотрев это видео, вы не научитесь писать экзамен по английскому языку. Одной теории мало. Это видео мы сняли для вас только для того, чтобы вы понимали, какая структура государственного экзамена в 2020 году, чтобы вы просто морально были к нему готовы. Конечно, лучше всего подготовиться к экзамену по английскому языку вы можете с индивидуальным преподавателем. Поэтому по ссылке в описании вы можете записаться на первый бесплатный урок с преподавателем, который уже подготовил много студентов, которые сдали экзамен на 80 баллов и выше. Вы можете это сделать тоже. Записывайтесь на бесплатный урок. Итак, первый раздел – это аудирование. Он состоит из девяти частей, на выполнение которых вам дается полчаса. В демонстрационном варианте 2020 года этот раздел выглядит таким образом. В первом задании вы услышите шесть высказываний от шести говорящих. Эти говорящие обозначены буквами от A до F. Вам нужно совместить высказывания каждого из говорящих с напечатанными в задании утверждением. Одно из них лишнее, так что будьте внимательны. Ответом будет последовательность из шести цифр. Второе задание содержит диалог, и вам нужно проанализировать напечатанные утверждения на соответствие услышанному. Одни из утверждений будут соответствовать содержанию диалога, а другие – не соответствовать. А третьих в диалоге вообще не будет упоминаться. Задание с третьего по девятый относится к одному аудиофайлу. Это интервью, по содержанию которого вам будет дан тест из шести вопросов, в каждом из которых три варианта ответа. Чтение проверяет вас на то, как вы усваиваете прочитанное. В нем тоже девять заданий, на выполнение которых дается также полчаса. В варианте 2020 года в первом задании нужно совместить текст с соответствующим ему заголовком, а во втором – заполнить пропуски предложенными частями предложения. Ну, а как это еще можно сказать? Во втором вы увидите пропуски и слова, которые вам нужно вставить в пропуске. Ну, понятно, да. В заданиях с 12 по 18 вам дается тест по прочитанному тексту, и в каждом из заданий нужно выбрать один из четырех вариантов. В разделе грамматики и лексики содержится 20 заданий, всего дается 40 минут на их выполнение. И, конечно, основная задача – это проверить вас на словообразование. Итак, как мы говорили, задания с 19 по 31 на словообразование. Предложенные слова нужно поставить в правильную форму. Знаешь, если бы были хотя бы какие-то примеры, было бы интереснее, но это тогда будет видео дико длинное. В последних семи заданиях из этой части вам нужно выбрать подходящее слово из четырех предложенных. Вы, скорее всего, уже передумали сдавать ЕГЭ по английскому языку. Я бы передумала. Какое... вообще, как хорошо я не сдавала ЕГЭ по английскому. Я в школе вообще немецкий учила, чтобы вы знали. В части письма всего два задания. Вы пишете два текста. Это личное письмо объемом 100-140 слов и сочинение рассуждения по заданной проблеме объемом 200-250 слов. Время на выполнение – 80 минут. Здесь должна быть какой-то режим училки, знаешь, какой-то такой, знаешь. Согласно данным Федерального института. Итак, что же будет нового в ЕГЭ 2020 года? Согласно данным ФИПИ, изменений практически не будет. Единственное, уровень заданий с 32 по 38 изменился с повышенного на высокий. Это те задания, в которых из четырех вариантов вам нужно выбрать только один, подходящий по смыслу. Итак, это была структура экзамена. А теперь коротко о том, что же мы хотим вам посоветовать. Какие советы мы хотим вам дать для того, чтобы написать экзамен. Внимательно читайте само задание. Например, в задании письмо, если написано, что нужно написать за сочинение 200-250 слов, здесь речь идет о том, что вы не можете выходить выше 250 слов и ниже 200. Если вы выйдете вверх или вниз, ваше сочинение не будет оцениваться вообще. Во-вторых, если вы хотите хорошо сдать аудирование, смотрите сериалы и ток-шоу на английском языке. К этому разделу проще всего подготовиться, если вы подписаны на наш канал на YouTube English Show. Мы разбираем множество песен и фильмов на нашем канале. Тренируйте аудирование, ребята, подписывайтесь на наш канал. Третий совет. Один раз в неделю или раз в две недели берите варианты ЕГЭ в интернете и решайте их. Это скучно, но действенно. И если вы находите у себя какие-нибудь ошибки, разбирайте их со своим преподавателем. И последнее, занимайтесь в нашей онлайн-школе. У нас много учителей, которые уже 11 лет подготавливают учеников к сдаче ЕГЭ и других подобных экзаменов. Поэтому не теряйте время, записывайтесь на бесплатный пробный урок. У вас есть полгода для того, чтобы подготовиться к этому экзамену. С вами была Алена из онлайн-школы английского языка English Show. See you. Субтитры сделал DimaTorzok